Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, который полностью посвящен новой девушке Андрея Черкасова. Вот уже несколько лет один из главных старичков проекта, 33-летний Андрей Черкасов пытается построить серьезные и прочные отношения. Но успехов в этом деле добиться ему пока не удалось. Вот и недавно он расстался с Викой Романец. Пока зрители и участники проекта сочувствовали молодому человеку, он успел найти любовь за периметром. Новую избранницу Андрея зовут Стелла Мунасыпова, ей 23 года, она родом из Новосибирска. Она телеведущая, ведущая мероприятий, организатор свадеб. Стелла рассказывает, «Так случилось, что я родилась в бедной семье. Нас три девочки, и я самая старшая. Папа обычный работяга, а мама домохозяйка, занималась нашим воспитанием. Последний раз я брала у родителей деньги в 15 лет. С тех пор я им помогаю. На выпускной в 11 классе я заработала сама. Сумма 12 тысяч рублей тогда казалось мне какой-то нереальной. Я вела свадьбы, корпоративы и заработала. Затем я поступила в институт на бюджет, потому что понимала, что родители не в состоянии оплатить вуз. На свою первую стипендию я не пошла в клуб с одногруппниками. Я купила домой огромный пакет продуктов. Все, что сейчас у меня есть, я заработала сама, своим трудом. Работа на праздниках, телевидении, в заведениях, это скорее образ жизни. Я сама для себя его выбрала. Сейчас Стелла работает в Москве, в караоке-баре. С Черкасовым они сошлись год назад. Стелла организовывала ему работу в другом городе. Девушка работала и с другими участниками Дома-2, например, приглашала Олега Майами провести свадьбу с выездом из Москвы. Стелла профессионально занимается организацией мероприятий, а также некоторое время работала ведущей прогноза погоды на ГТРК. В одном из интервью Андрей Черкасов отмечал, что его избранница должна быть умной, красивой и иметь спортивную фигуру. Стелла подходит под все его требования. Я постоянно куда-то бегу, спешу, говорит девушка, но обязательно нахожу время на утреннюю и вечернюю зарядку. Трачу всего несколько минут в день, зато всегда в тонусе. Черкасов так охарактеризовал Стеллу в своем видеоблоге. Стеллочка у меня скромная, не пьющая, не гулящая, матом не ругается, все как я хотел, все как я искал. Молодые люди уже давно появляются вместе на публике. Они были вместе на дне рождения Степы Менщикова. У нее в караоке-баре они праздновали назначение Астрахана на пробы в кино. Недавно Андрей и Стелла были вместе на свадьбе участников телепроекта Игоря Трегубенко и Эллы Сухановой. Этим он утер нос бывшей возлюбленной Вики Романец, которая была на свадьбе только в компании бывших подруг. Сейчас Стелла уже на проекте и она отлично влилась в коллектив. В сети гуляет видео с первого тета-тета девушки с Владом Кадони. Влад спросил ее, чем же она лучше Вики Романец. Вопреки ожиданиям самого Кадони, Стелла не стала поливать грязью свою предшественницу. Она сказала, что не знает Вику и поэтому не берется ее судить. Кадони сказал, что Стелла умная и усомнился в будущем отношении Стеллы с Андреем, потому что с умными девушками Черкасову никогда не везло. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылки смотрите в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok